Привет всем любителям игры War Thunder, сегодня в этом видео посмотрим, как чувствовать себя американский тяжелый танк Т-29, он же Т-29. В игре War Thunder это премиум танк, 4 ранг, боевой рейтинг 7-0. Танк вооружен отличным 105-мм орудием, с хорошей баллистикой и отличным заброневым воздействием. Также у нас неплохое бронирование лба башни, но и в наличии самый лучший крупнокалиберный пулемет Браунинг. В бою же нашими противниками будут Королевские Тигры и Исаны Третьи, где одних мы пробиваем без труда, ну а со вторыми придется повозиться. Но в целом танк получился универсальный, мы можем играть как в нападении, так и в защите. Но лично для меня ближе активные боевые действия, чем мы собственно и занимались в этом видео. Поехали смотреть первый бой. Попали мы на карту Голландия, режим превосходства и двинулись сразу на центр карты. Взяли мы точку, в процессе захвата ничего особенного не происходило, но закинуло нас на боевой рейтинг 7,7, где в целом 29-ка чувствует себя более-менее комфортно. По миникарте видно, что союзники выбрали два совершенно разных направления для захвата точки ЦИА, где остается до сих пор нейтральный. Подсвечиваться на карте два танка, сразу выезжаю со снайперского прицела. Вижу королевский тигр, порш, выстрел в борт, да, первый фраг отправляется к нам в копилку. Ну и собственно принимаю решение задержаться в центре города, где я буду отыгрывать позицию киберстоялого. Ну а слева еще один танк, но я не спешу выезжать, осматриваюсь, осторожничаю. Спереди пока тоже никакой информации нет. Теперь нужно забирать танк слева, смотрю от третьего лица, слежу за его направлением, включаю снайперский, но из-за колонны не могу дать выстрел. Пока ждал подходящего момента, совзводный забирает прямо в щеку башня. Ну а пока одни союзники по четвертой и пятой линии переходят в наступление, другие с трудом продвигаются к точке А. Поэтому нашей задачей становится не дать новым силам противника сосредоточиться в этом направлении. Замечаем от третьего лица королевского тигра, даем выстрел в борт и отправляем в ангар. Тут я принимаю решение продвигаться дальше вглубь карты, от третьего лица осматриваемся, замечаем Центуриона, даем тычку в борт, ваншот, третий фраг в копилку. Главное держаться возле набережной и быть готовым дать шот. Проезжаем между домами, дальше по кварталу, здесь уже важно слушать вражеские двигатели, от третьего лица осматриваемся направо, налево. Замечаем Пантеру, она нас тоже замечает, откатываемся назад, она нас не пробила, выстрел в башню, выкатываемся на нее, наводимся, стабилизируемся, выстрел, танк готов. Ну и собственно дальше пока не спешим, откатываемся, снова назад, качели вперед-назад, но это тактика победителя. Далее видим еще одного противника, он тоже знает о нашей позиции, поэтому выезжать вперед на удачу, наверное, не самое лучшее решение. Ну а здесь при приезде нашего союзника вражеский Фердинанд поймал его. Снова включаю заднюю передачу, откатываюсь назад, Фердинанд вражеский должен быть возле набережной, скорее всего будет стоять там бортом. Здесь я тоже совершаю ошибку, откатываюсь из-за укрытия, не убедился в своей безопасности. Фердинанд, даю тычку в борт, танк готов. Ну и собственно остается подумать, как лучше разобраться с королевским тигром и можно будет уже переезжать к точке А. Решаю здесь повернуть налево, он скорее всего меня здесь не будет ожидать, тем более наши два союзника тоже подъехали к набережной, возможно они как раз и отвлекут его внимание. Да, так и есть, танк уже выезжает в полную. Я тут не могу сразу вовремя проехать, протиснуться, начинаю все ломать, крушить, не успеваю немножко выезжать, снайперский прицел, но королевского тигра уже забрали. Обидно, но что поделать, здесь уже правило, кто успел, тот и съел. Не зря я здесь остановился, наш М-47 получает в борт и понимаю, что танк стоит с этой стороны набережной, но не спешу, жду второго выстрела. Британец забирает нашего М-47, я выкатываюсь, навожусь на него, в НЛД даю тычку и отправляюсь следом за нашим М-47 в ангар. Здесь я слышу еще один вражеский двигатель, от третьего лица замечаю паладина, перехожу в снайперский режим, мне мешает орудие, я стреляю в борт башни, минус наводчик, минус командир, лучшее попадание. Ну а это мог бы быть потанцевальный седьмой фраг. И шестой, не упуская возможности, приезжает к этому паладину, отправляет его в ангар, мне дают помощь за уничтожение, ну и собственно принимаю решение захватывать точку А. Захватили мы точку А, у красной команды подошли к концу очки, ну а мы переходим к следующей карте. Дамы и господа, следующая карта у нас поля полей, а именно Польша, летняя итерация. Взяли мы нижний респаун и отправились в город, но в этот раз мы оказались одними из самых медлительных танков в этом бою, поэтому первую половину игры мы тупо ехали до линии соприкосновения. Наша команда значительно потеснила красных, поэтому дистанция ведения боя будет довольно неблизкой. Замечаем королевского тигра, но продолжаем двигаться вперед, чтобы занять более сейвовую позицию. Чуть впереди есть интересный ландшафт, где мы можем вести огонь прямо от башни. Собственно здесь мы уже на позиции, осматриваемся, видим этого королевского тигра, он для нас спрятался в лесу, нам пока его оттуда тяжело будет выкурить, я примерно нахожу где он будет проезжать. Делаю замер, больше тысячи метров. Ну и собственно навожусь, даю выстрел и прямо в буюкладку башни, отличный шот, снайпер, первый фраг в нашу копилку. Но не успел как надо я здесь за себя порадоваться, как нас уже выцеливает второй королевский тигр. Стреляет мне в борт башни, не пробивает, я осматриваюсь, нахожу королевского тигра, даю выстрел в щечку башни, подрыв быка, очень качественный. Ну и понимаю, что на этой карте мне должно повезти больше, чем на два фрага. Вижу я еще один танк вдалеке, по-моему 44-ка. Навожусь на нее, она не успевает заехать за мельницу, даю шот и получает тоже взрыв боекомплекта. Три из трех господа, хороший выстрел. Ну и собственно, осматриваемся мы на этой позиции, пока больше никого не замечаем. Видим вражеский самолет, наводимся на него, даем серию выстрелов, не совсем конечно удачный. Делаем пару попаданий и самолет улетает в закат. Здесь союзная разведка подсвечивает танк, вражеский паладин, я на него навожусь. Мне не хватает нормальных УВНов на американца, да такое тоже бывает, я проезжаю чуть вперед. Останавливаюсь, пытаюсь навестись. Даю выстрел, очень качественное попадание, минус наводчик. Я откатываюсь пока назад, осматриваюсь также. Союзники тоже по нему работают, но он почему-то живет. Перезарядка почти закончена, стреляю чуть на вскидку, отправляю тычку и вражеский М109 отправляется в ангар, пополняя нашу копилку фрагов. Но снова не успеваю расслабиться, потому что вражеская зенитка к нам подъехала незаметно. Сломала нам пулемет, по-моему курсовой, я уже не помню, зенитный. Выкатываюсь на нее, потому что, ну в принципе, она меня особо никуда не пробивает. Даю выстрел в боекомплект и пятый фраг в нашу копилку. Еще один танк возле точки А, который по нам отстрелялся неудачно. Я примерно навожусь, но в этот раз промахиваюсь, откатываюсь назад на ремонт. Тигр для нас жестко подставляется бортом, за ним дальше мы видим большую стену дыма. Это была бомба, но не взорвала его. Я выкатываюсь на него, точнее выцеливаю и взрыв боекомплекта снова в борт башни. Профессионал, шесть фрагов, миссия выполнена. Поехали смотреть следующий бой. Ну что танкисты, старая добрая карта Сталинград. Режим сражения, взяли мы нижний респаун, но сразу оговорюсь, это мое второе возрождение. Первый мой танк был Т-32, нас закинуло на боевой рейтинг 7.7, где мы сделали шесть фрагов. Но так как киберспортивный обзор посвящен нашему Т-29, я не стал добавлять сюда Т-32. Но тем не менее, бой будет очень динамичным и интересным. Здесь я замечаю загулявшегося французского фаша, останавливаюсь, даю тычку, тем самым прикрывая спину нашего союзника и замечаю по миникарте танк, тяжелый танк. Я тут проезжаю чуть-чуть вперед и буду поворачивать здесь налево. ИС-4М забирает нашего Оствинда, я понимаю, что нужно зарядить подкалиберный снаряд, проверяю сколько у него пробития. И на самом деле я здесь готовился к худшему, потому что ИС-4 в топе очень грозный соперник. Кто бы что ни говорил, но его пробить достаточно непросто. Проезжаю железнодорожные пути, оглядываюсь. ИС-4 делать еще один фраг, минус Ягдпантера, я понимаю, что танк супер близко, возможно, это он подсвечился по миникарте. А вот и он, даю выстрел в заднюю часть, в каток, снаряд разрушается, к сожалению, такое бывает, когда ты играешь против советского танка. Понимаю, что мне нужно его уничтожить любой ценой, очень опасный враг. У нас всего осталось два союзника, хотя счет 48-39. Но красная команда буквально вгрызается в эту победу. Через снайперский прицел пытаюсь я здесь подловить ИС-4, он проезжает, неудачные моменты, он меня замечает, останавливается. Я не спешу, даю выстрел в ствол орудия, могло быть и хуже, пока живем. Ну а сейчас я для вас продемонстрирую отличные знания английского языка, прямо в чат. Держите, лайфхак. Ну и пока ИС-4 занимается своими ремонтными работами, я надеюсь, что все-таки союзная команда возьмет и уничтожит его. Подсвечиваю здесь зенитным пулеметом на всякий случай и слышу справа движение. Танк приближается. Я понимаю, что мне нужно на него переключить внимание. У меня заряжен каморный снаряд. Танк супер близко, справа. Я беру большой радиус за ворота, чтобы можно было лучше его видеть. Но танк быстрее, чем казался для меня, поэтому я теряю время. СУ-100П забирает нашего бульдога. Я смело выезжаю на него, пользуясь моментом, что он в КД. И работаю с самого лучшего пулемета. М1 Браунинг. Не стал я тратить на него основной выстрел, но это в принципе и понятно. Заезжаю к нему в корму, добираю его. Замечаю ИСа-4, даю выстрел в корму и удача. Буквально сразу два фрага. ИС-4М, СУ-100П отправляются в ангар, но мы пока хилимся живем. У нас почти ядерка, но впереди в квадрате Д4 мы слышим выстрелы. У нашего союзника там явно проблемы. Движемся туда. Там идет серия выстрелов. Я спешу как могу. Еду 23 км в час по бездорожью, по говну, но еду. Слышу еще там зенитку. Здесь я не успеваю на выстрел. ПТ-76Б. Она забирает нашего М-26, но мне остается только принять здесь бой. Слышу спереди за домом движение. Я не понимаю слева или справа конкретно. Поздно реагирую. Он мне дает выстрел. Я отправляю в ответ его в ангар. Впереди БТ-7. Пока я был на перезарядке, работал с зенитного пулемета, ставлю механика водителя, критическое повреждение. Слева зенитка выкатывается, но она для нас тоже не сильно опасная. Ну и получается, что здесь я встретил двух актеров, которые помогли мне набить очки возрождения на ядерку. Стою здесь на ремонт, но и то мне не хватает 20 очков, чтобы вылететь на самолете. Принимаю решение отремонтироваться и отъехать к точке А на захват. Но делать я это буду исключительно жопной тактикой, потому что сливать такой бой мне явно не хотелось. Ну и собственно, если кто-то здесь появится спереди или справа, или слева, я смогу вовремя на него обратить внимание. Ну и плюс ко всему этому, заезжая в ангар, я прячу корпус танка за этим укрытием. Так будет более безопасно. Да, заезжаю здесь в круг. Достаточно неплохое передвижение для тяжелого танка, 11 километров. Останавливаю машину для того, чтобы послушать, посмотреть проезжающие двигатели. Пока никого не слышу, ничего я не замечаю. Но позиция мне здесь тоже не совсем нравится, поэтому откатываюсь я дальше назад. Время позволяет, вижу бетонный блок сзади. Вот за ним таки я буду себя чувствовать более-менее комфортно. Говоря честно, и в тот момент я был немножечко взволнован на азарте, поэтому не смог заехать правильно назад. Разворачиваюсь. Из всей команды 15 игроков остается всего один союзник. Собственно, он мне и поможет в этом бою оставшимся. Здесь я слышу движение, разворачиваюсь налево. Даю информацию, но это будет моей ошибкой. Союзная 34-ка тоже разворачивается туда. Я замечаю танк, пытаясь выстрелить, но не успеваю. Рейтл 90 уничтожается нашей союзной 34-кой. Я не получаю за это ровно ничего, поэтому продолжаю захватывать точку. Еще один танк по левому флангу. ИСУ-122 забирает нашу 34-ку. Я ее пока не вижу. Ну а слышу справа какое-то движение. Переключаюсь. Немного разворачиваюсь направо. Вижу зенитку. Предварительно знаю, где она будет проезжать. Смотрю туда. Она выезжает прямо мне в прицел. БТР-ЗД отправляется в ангар. Профессионал Х7. Мне хватает на ядерку. Ну что, господа, удача мне. Птичка в небе остается малая, но самая тяжелая. Долететь до поля битвы и скинуть эту самую ядерку. Я осматриваюсь бегло. В небе я никого не вижу. Я понимаю, что скорее всего все танкисты, игроки, которые у нас остались в этом бою, сидят на технике. Ну а пока летим. Пользуясь случаем, попрошу вас под этим видео поставить лайк тем, у кого он есть в запасе. И он не знает, куда его поставить. Ну а если вдруг вы бережете свой лайк для другого видео, тогда не ставьте. Там он будет нужнее. Также подписывайтесь на нашу телеграм-группу. Ссылка в описании. Ну что, мы тем временем подлетаем к базе. Наш союзник на ремонте. Мы пока стоим, захватываем. Нас уничтожает СС-3, но мы продолжаем лететь. Хорошо горим, кстати. Ну вот и все. Этот часовой механизм уже не остановить. Дамы и господа, это был киберспортивный обзор в моем исполнении на вполне обычные бои, где каждый из вас может с легкостью это повторить. Танк по себе комфортный, прощает многие ошибки, поэтому нафармить и прокачаться до пятого ранга более-менее быстро и без фанатизма вполне себе можно. С вами был Шутер ТВ, подписывайтесь на канал и увидимся с вами уже в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok